22 мая на перекрёстке улиц Силкина Александровича 26-летний водитель на Хавейл не уступил дорогу пешеходу. Пенсионерка двигалась по переходу. После столкновения женщину госпитализировали. Проводится проверка. По итогам работы за прошлую неделю сотрудниками госавтоинспекции Сарова было выявлено 179 нарушений. Из них задержаны 5 водителей, управляющих транспортно-средством в состоянии опьянения. Один из них повторно, то есть в отношении него возбудили уголовное дело по 264 статье уголовного кодекса. Ежегодно с наступлением лета на дорогах растёт количество ДТП с несовершеннолетними. Причина этого – длинные школьные каникулы, в период которых дети много времени проводят на улице, зачастую без родительского контроля. Хотелось бы, скажем так, к родителям обратиться, этих детей, чтобы они ещё раз привели с ними профилактическую беседу о правилах нахождения детей на улице. Что можно делать, что нельзя. Предостеречь, скажем так, тех родителей, которые разрешают несовершеннолетним детям до 14 лет управлять велосипедом самостоятельно. То есть ещё раз предостеречь от того, чтобы они не ездили самостоятельно. Без родителей, без, скажем так, старших по городу. Тем более предпринимали попытки по выезду из дворов на дорогу. Также необходимо провести беседы на тему управления электросамокатами. Иногда сами родители становятся инициаторами травмоопасных ситуаций, покупая детям транспорт посерьёзнее, например, питбайки. Если такое выявится на дороге, скажем так, родители в данном случае понесут ответственность по статье 5.35 Кодекса административных правонарушений, то есть недлежащее воспитание детей. Питбайк, по своей сути, скажем так, это более относится, скорее всего, к спортивному инвентарю, потому что у них фар нет, задних фонарей тоже нет. Соответственно, данная техника на регистрационный учёт не встаёт, но она и не должна ездить по дорогам общего пользования. Если ваши чадо до 16 лет поймали на питбайке на дорогах города, госавтоинспекторы будут вынуждены отправить материалы в комиссию по делам несовершеннолетних в отношении родителей. Если такому нарушителю от 16 до 18 лет, специалисты обратятся туда же для привлечения ребёнка к ответственности. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.